Пришли ребята наши одесские. Кизя, постучались. Сара выходит. Что вы хотите? Золото есть. Изя, иди сюда, за тобой пришли. Вот и все. Как тебя зовут? Меня Василий Федорович. От Васи, анекдот от Василия Федоровича. Да-да-да, пожалуйста. Еще одну вещь вам скажу. Я здесь единственный человек, я вас много лет знаю. Так вот, видите, мостовая Дерибасовская, так? Так вот, я в первом номере троллейбуса катался бесплатно. Билет стоил 3 копейки, так? Она сняла у меня шапку и в окно выбросила. Я на ходу на Рашильевской выпрыгнул. Да. Поэтому я Дерибасовская... Такое захолустье было. Сажду, гостиницу мы поломали. Спартак, по-моему, был. Слушай, мы такое тут варили. Мишка Япончик. Там мне Братислава ресторан сейчас построили. Там такая забегаловка была. Он своих друзей. А я им, знаете, чем я их обеспечиваю? В августе месяце, жара в Одессе, воды нет. А я алюминиевый чай, алюминиевый чайник, и кружка алюминиевая. Я им приношу, и в чайнике вот такой кусок льда плавает. Вы только вдумайтесь. Мальчик... Мальчик Вася обеспечивал мишку Япончика водичкой со льдом. Да, да, да. Мальчик, ты скажи, где ты лёд берёшь? Это было всё равно, что в космос сейчас полетели. Ну лёд, кусок льда в августе месяце. Когда вообще воды не было. Ни кваса, ни газировки, ничего, бутылочной. Воды не было ни грамма. А тут, Вася, в чайнике прыгал. Так. Они говорят, мальчик. Мальчик, нам только носи воду. Никому воду не носи. Только нам. Молодец, Василий. Поэтому, пожалуйста...